Добрый день! Вы смотрите открытую студию и сегодня мы обсудим, кто такие тренеры личности, для чего они нужны и как найти своего специалиста. С нами на связи тренер личности коуч Екатерина Балковская. Приветствую, Екатерина! Почему у большинства успешных людей есть тренеры личности, коучи, менторы или наставники, когда, казалось бы, они уже и так достигли успеха? Знаете, у успешных людей вообще, мне кажется, нет такого понятия достичь всего. Успешно, потому и успешно, потому что ему интересно все время дальше. И все хорошо понимают, что мы сами к себе очень субъективны, но не все так живут. Довериться и отдаться мнению другого человека, поверить в то, что объективнее видно тебя со стороны, чем сам на себя смотришь. Это качество, которое тоже нужно в себе развивать, и оно автоматически есть не у всех. На автомате мы все очень закрытые, и мы не хотим, чтобы на нас подвергали анализу, рассказывали, какие мы, что нам делать. Вообще эго человеческое, оно настолько ранимо и хочет быть всегда главным, важным и правильным. Поэтому коучинг – это такая история непростая для большинства. Почему у среднестатистических россиян отношение к таким специалистам сегодня, наоборот, скептическое? Потому что тревога и недоверие – это автоматическое поведение человека. Потому что на автомате так легче тревожиться и не доверять. И чтобы по-другому быть, как-то нужно иметь цель большую, нужно чего-то хотеть, куда-то стремиться, любить себя, разрешать себе иметь более большие результаты – это все непросто. Нужно или вырасти в семье, которая тебя очень поддерживала, любила, и ты ощущаешь себя таким классным, всемогущным, а это крайне редко бывает на автомате. Как-то так повезло людям родиться в таких семьях. Или этим нужно прямо самому заниматься. Это большая работа. Правда, убрать там какие-то свои травматичные стороны, какие-то из жизни ситуации, когда ты в себе усомнился. И перестать тревожиться, да, и разрешить себе вообще идти дальше и получать классные результаты. Поэтому на автомате так легче. Как так получается, что после одного и того же тренинга часть людей меняет жизнь на 180 градусов, другие говорят, что время потратили зря. От чего это зависит? От чего зависит? Воспринимаем любую информацию – это от внутренней степени открытости. Вообще способность, опять же, усомниться в себе, в своих каких-то убеждениях, быть открытым – это тоже непросто. И там не секрет, что я очень люблю Тони Роббинса. И представляете, ну, хочу привести его в пример, потому что он, ну, один из первых, да, если не вообще первый, то один из первых коучей в мире по своей известности, по тому, скольким людям он помогает ежегодно и вообще. И он, у него такая позиция, что если я попал на какой-то тренинг, да, неважно, если я уже на нем был, и если я услышал даже какую-то одну новую фразу или я вдруг ее услышал, хотя раньше я ее слышал, но не услышал, да, то уже спасибо этому семинару и тренингу и за то, что я здесь был. А человек, который обесценивает вот эту работу других, свое время, он, опять же, это делает, потому что ему интересно в данный момент, важнее, вернее, интереснее подпитать свое эго таким выводом, что, ух, я и так все знаю, я крутой корону поправил, пошел домой, да. А намного полезнее для него было бы в чем-то усомниться, расслышать одну и ту же фразу с разных сторон, задать себе вопрос, а что я все-таки могу внедрить даже после этого, на первый взгляд, простого тренинга, может быть, ну, прям вряд ли вот все идеально работает, да, как прям в швейцарских часах, которые тоже иногда нужно посмотреть, да, вот это такое не шаблонное, не стандартное мышление, это нужно в себе развивать. Чего нужен тренер личности и какие задачи он позволяет решить? Да, классный вопрос. Тренер личности вообще, наверное, такая история не всем понятная, потому что есть там психотерапевты, есть коучи, да, есть консультанты разные в разных областях по бизнесу там или по каким-то историям. А тренер личности, ну, как будто я такая, наверное, сама себе это придумала, ну, по крайней мере, я нигде это не увидела, я долго думала, кто я придумала, что вот я это, потому что я работаю как-то всеми подходами сразу, я не могу как-то приклеиться к одной какой-то системе и работать только в ней. И себе, как тренеру личности, я ставлю задачу вот именно помочь человеку решить его запрос, да, достичь какой-то его цели. Ну, кстати, не факт даже, что он цели достигнет, потому что иногда кажется, что эта цель ему нужна, а когда начинаешь разбираться в истинных причинах, то вообще на самом деле нужно другое, и очень часто цели меняются в процессе работы. Вот, поэтому тренер личности – это про именно работу с внутренним раскрытием человека, с тем, в каких он качествах живет, а в каких ему надо было жить, чтобы он был реально счастлив, спокоен, чтобы он не тревожился, чтобы он был реализован и в работе, и в семье, и в какой-то такой общественной жизни, ну, смотря, что ему важно. И для меня вот именно тренерство личности человека – это про правду заметить, что в человеке ему мешает, а что помогает. Это про укрепление его сильных сторон и про коррекцию тех его проявлений, которые ему вообще не помогают идти, куда он хочет. Потому что, например, да, женщина может хотеть быть очень счастливой в браке, заботливого мужа, но при этом она тотально не доверяет мужчинам. И, например, она все время их, ну, не доверяет и контролирует, и еще все время ищет, а что с ним не так. О каких счастливых отношениях можно говорить, да, когда есть вот такая история. Поэтому здесь бы я, конечно, бы работала с такими качествами, как доверие и открытость, и качество такое любящее, ну, когда человек учится реально любовь проявлять. Ну, это там детали уже, наверное, там моей практики, но не хочется просто общими словами говорить, хочется о каких-то примерах. Вам иногда приходят люди с одним вопросом, но когда вы анализируете его в ходе работы, получается, что у него другие совсем желания. Вот хотелось бы услышать несколько таких примеров, и за счет чего вам удалось понять, что это не его желание, а какое-то навязное изгнение. Классный вопрос. Сейчас буду прям в моменте ответ искать. Во-первых, когда человек приходит и, ну, говорит какую-то там отдельную вещь, я редко работаю с чем-то узким. Все-таки ко мне же весь человек приходит, да, он когда доверяет мне только какую-то свою маленькую часть, тяжеловато с ней работать, потому что хочется видеть всю картину. И всю картину ему помогает увидеть его боли. Мы прямо, есть такое задание, оно одно из первых, на начальном этапе, когда человек прописывает все, что его в жизни не устраивает. И пока он это озвучивает, пока он мне это говорит, это трудно объяснить, наверное, каким-то техническим языком. Но я прям кожей чувствую, что где правда, а что нет. Ну, конечно, язык тела здесь уже на каком-то, каком, наверное, экспертном уровне читается. Ну, у меня, потому что, когда 15 лет поработаешь с людьми, тут можно с закрытыми глазами уже прям человека чувствуешь, да, там какое-то шевеление глаз, там поворот головы, как-то взмахнул рукой, тон голоса. Это все очень-очень много мне что говорит. И когда он проговаривает, я прям могу на какой-то боли остановиться, зацепиться за него. Говорю, слушай, поподробнее расскажи мне здесь. И он начинает говорить, начинает плакать, например, или там немножко заикаться, или дрожит голос, или еще что-то. Я понимаю, что вот, тело включилось, все реагирует, значит, это сейчас тема самая важная. И вроде он пришел, например, запросом, недавно совершенно была такая работа, человек пришел с запросом про деньги, что вот деньги, деньги, не хочу работать. И в итоге мы полтора часа разговаривали. Это была ознакомительная сессия, вообще диагностическая такая. И выяснилось, что сейчас-то больше всего цепляет, недовольтворяет отношения с противоположным полом. Хотя, когда начали говорить, такое было отношение, что, ну, как бы сейчас мужчина, ладно, как бы с ним все понятно, там все нормально, мне сейчас это не важно, мне нужны сейчас деньги. Окей, говорили, говорили, говорили про деньги, и вообще ничего не получается. Все какое-то, знаете, как будто пух и перья, вот все какое-то неистинное, все какое-то вот накрученное, какой-то туман. Ходим по этому туману, я думаю, да что ж такое. Я слушала-слушала, и вот через час, да, говорю, слушай, что-то дробнул ты язык сейчас, вот на вот, голос, вернее, дробнул прямо на вот этой теме про мужчину. Говорю, что там? И она такая, блин, точно, что-то мне там, да, прямо так плохо мне в этом месте. И мы пошли оттуда, и стало понятно, что это так связано, работать не хочется, потому что не реализация там. Ну и вот так. Слушаю, смотрю очень внимательно, то есть я вот прям так сто процентов там фейс-то фейс с человеком, и мне важно его максимально прочувствовать. Это не означает, что я там вешу ее в боль на себя или живу его проблемами, но мне важно его вот прям впитать, чтобы максимально помочь. В последнее время мы часто слышим об инфоцыганах. Есть ли некие критерии, позволяющие отличить действительно хорошего специалиста от того, кто не стоит нашего времени? Каких-то у меня таких готовых рекомендаций нет. Я могу рассказать, как я, наверное, это делаю. И даже здесь я не знаю, на самом деле, что об этом много говорить, потому что я или не встречалась с инфоцыганами, или когда я с ними встречалась, я их не распознаю, но у меня ощущение, что вот весь контент, который был в моей жизни, все тренинги, которые я проходила, они мне помогли абсолютно каждый. И я, например, очень люблю бизнес-молодость, очень. Я там такие вещи просто в себе нашла и поменяла, а их же очень многие называют инфоцыгане, да, хотя институт там с большой, как-то мало-то популярностью, с большой результативностью, охватом, ну и все-все-все. И поэтому, ну вот в моей жизни как-то этого не было. Иногда бывает, что я встречаю человека, например, который много очень умничает, да, и что-то говорит, говорит, говорит. Ну это прям редко, но бывает иногда. И это что-то такое во мне внутри просто не отзывается человек, да, хотя, может быть, для кого-то он говорит очень крутые вещи, но просто я ему не верю, я его не слышу. И для меня он не то чтобы инфоцыган, но он просто сейчас, он не мой человек, и я пойду себе дальше. Поэтому если просто рассматривать разницу между там тренингами в целом и индивидуальной какой-то работой, то я думаю, это понятно, да, что там, что это разное. А инфоцыгане от качественных тренингов, ну я думаю, что человек должен опираться очень на свое ощущение от человека и должна быть какая-то вначале бесплатная часть, ну или канал человека посмотреть, да, там его какие-то ролики или какой-то прямой эфир, как он взаимодействует, чтобы его выбрать. Или самому пойти на какую-то стартовую разовую диагностическую там или маленькую консультацию за небольшие деньги, чтобы прям прочувствовать. И возможно, еще такая опасная штука, вот когда человек обещает обязательно результат, да, говорит, я тебе точно там лучше сделаю, как будто попахивает какой-то барахолкой рынком, там, что только у меня, только лучше, да, давай-давай, быстрее купай, покупай. Вот эта история, она такая очень сомнительная для меня, потому что я понимаю, что мой результат – это я, а как человек за меня может мне что-то гарантировать. Если я в начале работы вырублюсь или вообще не буду ничего делать, ну как мне нужно этот результат пообещать? Нет. Поэтому вот я бы в этом месте не велась, да, если бы кто-то что-то кому-то обещал, да вообще подальше быть от этой истории. Есть популярная точка зрения, что тренер личности необходим тем, у кого есть бизнес. А как на самом деле? Точно, не только людям в бизнесе нужны такие подобные, да, наставники или там тренера, потому что, ну, у меня есть люди, которые не в бизнесе, в работе. Они приходят просто с немножко другими запросами, ну, хотя как с другими? Вот, например, человек пришел, который в найме и говорит, я больше не могу быть в найме. Мы ищем альтернативу или другой найм, или собственный бизнес, или какое-то партнерство. И тогда вроде тоже, может быть, запрос похожий, да, мы работаем с деньгами. Вот. А может быть, например, ко мне, правда, больше идут люди, которые хотят реализоваться. Вот то ли от меня этим очень сильно пахнет, то ли я это сильно много транслирую, но люди хотят воплощаться. И в основном это свое дело. Но приходят люди, знаем, с желанием перейти, да. И мы все равно говорим об этом. Но не всегда прям сразу из бизнеса. Это как обращеннослуживательные связи, получается. Потому что люди, которые открывают что-либо свое, они, как правило, больше склонны к этой саморазвитости. Им это интересно, стремление что-то делать самостоятельно. Видимо, поэтому они к вам и откликаются. А не потому что, понимаете ли я. Ну да, им как-то хочется. Просто бизнес – это способ реализации. Очень многие думают, что бизнес – это прям обязательно деньги, деньги, деньги. Но я вам точно могу сказать, что в бизнесе первый этап может быть такой длинный, такой непростой, что денег в найме может быть сильно больше, чем в бизнесе. Поэтому эта история больше про… Знаете, когда выпил очень много воды и сильно хочется писать. Ты приходишь и ищешь, где этот туалет. Это также про бизнес. Ты просто не можешь по-другому. Тебе нужно самому что-то организовать по твоим правилам, твой продукт, с твоим видением. И у тебя это внутри… То есть, ну, как беременная женщина, родить надо обязательно. Обязательно надо. И вот этот бизнес – это просто как процесс рождения какого-то проекта. Что может дать личностный тренер из того, что невозможно посмотреть в интернете, допустим, в роликах или прочитать в мотивационной литературе? Такой классный вопрос. Я прямо сейчас в моменте его так на себе проверяю. Вот что мне дает специалист, к которому я прихожу. Хотя, правда, литература, информация, контент сейчас столько бесплатного, что в принципе все есть в интернете. Вообще все. Только нужно сесть там и полистать. Мне точно эксперты по развитию дают возможность в моменте, когда общаешься с человеком, у которого та сфера, в которую ты хочешь себя прокачать, лучше, чем у тебя. У нас в голове есть зеркальные нейроны, которые все время учатся и встраивают потом в твое поведение то, что видят. И я смотрю на человека, я им восхищаюсь, мне нравится, как он это делает. И я прям чувствую, как я кожей впитываю в моменте от него его посыл. И это трудно сделать дистанционно или где-то из книг. Надеюсь, понятно, о чем говорю. То есть это именно как разговор о том, может ли онлайн-курс заменить преподавателя? Потому что все равно важен личностный контакт, а не просто то, что написано. Ну, онлайн-курсы – это вообще очень для дисциплинированных, для очень мотивированных, для людей, которые многими способностями обладают для того, чтобы пройти его успешно до конца и не скатиться. Тем более, если он длинный. Я постоянно прохожу, я вижу, как там 70% сливаются, 50% сливаются. Это статистика, против нее не попрешь. Из-за индивидуальной работы выпасть практически невозможно. Потому что ты на связи, да, если вдруг там что-то, всегда человек тебе индивидуально поможет, поддержит. Ну, у меня постоянно такие истории. Начали что-то работать. Одна тоже из больших тем, к которым я работаю с клиентами – это отношения с родителями. Потому что вообще это фундамент всего в жизни. И мы когда начинаем работать эту тему, вдруг начинает там то здоровье где-то, то спина поболит, то голова, то делать ничего не хочется. Ну, прям глобальные перестройки. Знаете, когда вот и здание попробует фундамент поменять. Ну, понятно, что все здание будет шатать. Да, все вообще развалится, скорее всего. Ну, можно как-то аккуратненько, но, скорее всего, придется новый строить. Если он совсем там на непонятном фундаменте. И мы начинаем это работать. И вот человек там начинает сыпаться, да, там условно. И, конечно, я здесь, хоп, там какую-то внеочередную сессию, какой-то совет, что-то голосом говорю, что-то текстом напишу. А онлайн-курс вам этого не даст. Ну, точно нет. И онлайн-курс – это для всех обо всем, а индивидуальная работа и присутствие такое – это о вас здесь и сейчас. То есть ничего лишнего мы никогда не будем суждать. Вот сейчас вот это актуально, мы работаем только с этим. Фокус максимальный в проблему. А там, где фокус и внимание, там всегда энергии много, там рост идет. И поэтому быстро. Просто тренинги, большие курсы – это много, долго. Это все полезно, вообще все. Если, конечно, финансовой возможности нет, там специалиста себе взять, то лучше курса, чем отсутствие вообще всего. Ну, я так лично считаю. Но если выбирать между индивидуальной и общей работой групповой, то индивидуальная плюс общая – это вообще идеально. Я так живу, и мои клиенты очень многие. Они индивидуально работают и плюс еще в группу ходят. Как происходит процесс работы с тренером? И сколько в среднем занимает эта работа? Все зависит от запроса. Потому что есть иногда такие случаи, когда трех месяцев прям за глаза, и потом человеку надо откатиться и переваривать, и как-то внедрять постепенно. И, может быть, взять одну сессию, например, в месяц или в два, чтобы проверяться, поддерживать и какие-то там шероховатости смотреть, корректировать. А если у человека запрос такой большой, у меня есть одна такая клиентка, мы с ней начали вообще давно с разовых консультаций, потом я перестала проводить разовые, стала брать людей только в три месяца, потому что хотелось довести до результата. И она пришла с запросом уйти из нелюбимого найма в собственный бизнес, из дохода 30 тысяч сделать 100 на собственном деле. И еще хотелось очень отношений, которые системно не получаются уже много лет, идеально переехать в другой город и работать в совершенно новой нише. И на все на это мы взяли год, мы договорились, я говорю, давай мы будем работать год и посмотрим, как это все будет. И когда целый год, раз в неделю ты встречаешься, каждый день пишешь отчеты, ставишь цели, корректируешь, проверяешься, мы с ней все закрыли, еще даже больше. Мало того, что отношения, она и замуж ушла, уже и ребеночка родила, и собственное дело, и реализация, и все-все-все было, но для этого нужно много времени. Поэтому все очень от запроса, очень индивидуально. Поэтому я вот делаю эти знакомительные сессии, чтобы понять, что человеку хочется. Поделитесь случаями в практике, как после занятий с вами человек смог достичь того, что ранее у него никак не выходило, хотя он и что-либо предпринимал, чтобы эту цель достигнуть? Тоже интересный вопрос. Действительно, такие случаи есть. Ко мне недавно такая целая группа пришла. И прям, сколько, 7 человек. Ребята уже целый год развивались, они достигали там своих целей, как-то и поняли, что через год они, в общем-то, все как-то в лёжку, уже ничего не получается, уже какие-то откаты, уже ничего не хочется. И они работали сами без сопровождения. И вот пригласили меня, ну, поведи нас три месяца. И первым делом я, конечно, начала копать в тех местах, где они не копали, что они не трогали. Я стала максимально в группе развивать открытость, которой у них тоже особо не было. Они там зажимали друг по другу информацию, и это прям сразу вывело в другое энергетическое состояние. И так же с индивидуальным человеком. Нужно делать новые действия, копать там, где вас не было, и продолжать, продолжать. Ну, как вот, как сапёр, не знаю. Знаете, здесь покопал, тут не работает. Сюда пошёл, покопал. Это всё только методом вот тыка, пропа, ошибок и постоянного вот... Гипотеза, тест, гипотеза, тест. Только так. Отношения с людьми – это один из частых запросов, с которыми к вам приходят. Как вы можете помочь в этой нише? Обожаю, обожаю вообще тему отношений, очень. Потому что уровень реализации человека, количество денег в его жизни, вообще весь факт, который у него есть, это всё результат качества отношений в его жизни. А какая разница, какие это отношения мама-папа, муж-жена, ребёнок или подруга, или клиент. Потому что если ты в целом умеешь делать эти отношения, то ты их будешь уметь делать. Если не умеешь, то у тебя везде как-то будет не до очень. И как я помогаю в сфере отношений, всё начинается точно с изучения. Как ты поступаешь, что ты чувствуешь, на каких вообще убеждениях стоит тема отношений в твоей жизни. Сейчас буквально тоже свежий такой кейс формируется. Много про отношения. Человек уже несколько сессий прошло, никак не может принять эту историю, что в отношениях никто никому ничего не должен. И каждый раз отчёт пишет, что я помню, никто никому ничего не должен, но мне до сих пор тяжело это принять. Когда женщине под 40, она всю жизнь прожила в этой убеждённости, то как так, резко же не поменяется, но мы это держим на виду. Мы сначала вообще это, она вообще это отрицала, потом вроде как она говорит, ну ладно, вроде как в этом есть какая-то правда. А сейчас это просто учится менее болезненно воспринимать. И это будет как раз на протяжении всех трёх месяцев. Мы будем эту тему исследовать, практиковать. Знаете, приходит человек на сессию и говорит, я попросила у неё сказать, чтобы она мне рассказала мои минусы. Она мне отказала. Как вот она могла отказать? Ну отказала, да, и что? А почему ты так воспаляешься в этом месте? Что она тебе должна была сказать? Ну да, я ей вот здесь помогла, вот тут помогла, вот тут там денег дала, вот здесь советом, вот тут гостя приняла, вот тут там о ней позаботилась. Она мне даже обратную связь не дала. Я говорю, ну а ты делала из какой? Из какой идеологии? Ну что, как же, я же должна ей помочь. Ну вот получается, что ты должна ей, потом она тебе. То есть ты мне, я тебе, да, такой вроде как честный обмен, но это забирающая позиция в жизни. Это не честный обмен. Любые отношения с ожиданиями, это забирающие отношения. Ну и вот как бы тема очень глубокая, очень полючая, но очень действующая. А развитие – это обычная боль, поэтому когда есть рядом какой-то а-ля доктор, да, с ним просто полегче. Поделитесь с лучшими в практике, как вы выявили, что проблема у человека была именно в сфере отношений, и как эта ситуация разрешилась? Да, конечно. Это, наверное, каждый случай через это строится, потому что он вот только что ответил, да, что любой результат – это через отношения. И даже когда человек приходит, знаете, такой с претензией к жизни, что вот всё делаю, я всё делаю, а у меня не получается. Как будто перекладывая ответственность на жизнь, что кто-то что-то ему не даёт, а сам такой в позиции жертвы. Потому что обстоятельства сильнее меня, жизнь там ко мне несправедлива. И вот оно, отношение к жизни. Жизнь мне должна. Да с какого перепуга? Почему она тебе должна? Что происходит вообще? И просто, когда с человеком говоришь, в этом уже очень много терапии. Когда это достаёшь на свет, когда вообще человек это проговаривает первый раз, вот сам для себя, ещё и перед кем-то, он как бы, знаете, раньше думал об этом тихо, в туалете, в темноте, чтобы никто не слышал, не видел, не заподозрил. А он здесь, при другом человеке, это достаёт на свет. Уже 50% как бы, ну, из лечения такого наступает. Когда вообще проблему сказать. А когда ещё вокруг неё походить разными разговорами, вопросики позадавать, то человек сам открывает, сам для себя неожиданно, что бред же. Ну, вот реально бред. Почему я в это верю? Да потому что мама на кухне что-нибудь там больше варила, что-нибудь ляпнула, ребёнок запомнила, всю жизнь тащит. Вот. Но от этого мы не должны их меньше любить. С ними-то всё нормально. Просто разделять, да, где мухи, где котлеты. Как мне дальше жить, выбирать самому, а не продолжать какое-то поведение близких людей, даже авторитетных людей для себя. Потому что вот в моей жизни точно была очень яркая персона, которая вот так в рот заглядывала и вообще всему верила, верила, верила. И вдруг, когда выросла, потом поняла, что так, подождите, а почему на автомате это во всё поверили? Ну, классный дядь, как бы весёлый там, сильный вообще, прикольный. Но это же не значит, что всё, что он говорит, это вообще нужно воспринимать за чистую монету. Что-то да, что-то нет. И вот прям перебором таким занимаешься. И чем больше этого перебора, тем лучше, собственно, результат, и тем меньше иллюзий, тем ты свою жизнь больше живёшь, а не чужую. Как и с помощью чего вы помогаете людям улучшать финансовое состояние? Как мы говорили ранее в примере, казалось бы, коуч – это про мотивацию. Причём здесь деньги, за счёт чего вам всё-таки удаётся вывести на новый финансовый уровень? И когда человек работает с своими внутренними качествами, то он, естественно, выходит на новый уровень. Ему не надо думать. Это не лопата и земля, что ты копаешь яму, и там чем больше копнул, тем глубже яма. Это про адекватность вообще в своих проявлениях к миру. То есть человек может быть какой-то злой и агрессивный и ждать, что его будут все уважать. Но мы же все хорошо понимаем, что уважают тех, кто, во-первых, этого не ждёт, он просто что-то там делает, во что верит, он куда-то идёт. И люди просто его за это уважают и идут за ним. А не потому, что он очень громко кричал и пугал, что если вы за мной не пойдёте, это не про уважение, это про что-то другое. И здесь также. То есть человек развивается внутри в своих качествах и новый уровень приходит автоматически, потому что он просто становится объективный, адекватный, он становится ближе к замыслу, что ли, самой жизни. Потому что в жизни есть законы, я в это свято верю. И когда ты живёшь в соответствии с этими законами, то всё хорошо происходит. Но, к сожалению, мы когда рождаемся, у нас там к бедру не привязана записка, да, как жить. И проходим свой собственный опыт, ошибаемся и так далее. И вот, например, у этой девушки, про которую мы говорим, вот этот годовой кейс, мы начали с того, что вообще самое первое сопротивление, с которым мы работали, это вообще страшно рассказать о том, что я занимаюсь вот этим делом сама. Вдруг начальник увидит. Понимаете? И уволит. И авталий в себе. И уволит. И тысячи места. Да, и уволит. Или там что-то, да даже не то, что не уволит, а будет плохо про меня думать, да, будут обсуждать меня там, не знаю, там на кухне или в курилках. Люди боятся чужого мнения. Вот оно первое. Ну, то есть я зависима от чужого мнения, но я хочу залезть на какую-то гору. И я буду лезть, мне будут говорить, лезть не лезть, там все по-разному, я буду всех слушать. Да какая гора, о чём вы? Ну, здесь нужно реально настроиться, собраться и просто переставлять ноги в руки и встыкать там какой-то молоточек в гору, а не слушать там миллион советников. Поэтому вот и работали с качеством, уверенность, да, уверенность в себе, свобода от мнения, дисциплина, системность, ну, вот такие вещи. Но когда работаешь с качеством, не обязательно прям вот пойти как-то на работе это работать, да, или в том месте, где выявилась эта проблема. Можно начинать вставать рано, можно там писать отчёты, очень люблю отчёты, просто помогать людям качать системность, потому что это самое простое и самое сложное, что ну чё стоит вечером сел, пять минут отчёт написал, да, своему тренеру, как день прошёл. А люди очень тяжело это делают. Это пять минут и телефон, и просто палец телефон. Даже не надо тебе сто раз пресс там качать, да, ну просто это мелочь. Но мы встречаемся с тем, что даже на такую маленькую цену мы не способны ради большого успеха. И всё время ищем каких-то сложных секретов. Господи, нету их сложных. Делайте простые вещи, делайте их там классно, разберитесь с внутренними затыками, всё у вас будет нормально. Вот, поэтому начали потихонечку сторисы выкладывать, посты писать, о себе говорить. Потому что первый пост был просто, мне кажется, она пережила свою первую биологическую смерть в этот момент. Ну, представляете, как тяжело, когда ты так боишься выложить вообще. А я тут вон чего. Я вот это, оказывается, умею. Например, вышиваю крестиком там и вот такие картины делаю, да. Со стороны понятно, что абсурд. Внутри человек, внутри ситуации человек вообще этого не понимает. Ему до паники страшно просто. И забыл дыхание спёрло, пот градом, и руки трясутся. Но нужно сделать. То есть нет другого способа бороться со страхом, как только пойти в него. И опять же, вот персона тренера, она здесь просто незаменима. Потому что можно послушать тренинг, сказать себе, я завтра сделаю, завтра сделаю. И не сделать. А тренер не даст слиться. Всё, ты пришёл в тренажерный зал, будет у тебя стоить человек, он ждёт, когда ты там сделаешь свои отжимания. Каким образом меняется внутреннее состояние человека после занятий с вами? В каждой личности меняется то, что мы наметили. Всегда есть план. Мы начинаем работать со сбора обратной связи с окружением. Человеку дают очень честную обратную связь. Всё, что люди вокруг в нём видят именно в разрезе качеств. Ну, задание такое. Нужно написать пять качеств положительных про человека, а пять отрицательных и пять качеств, которые ему нужно наработать. И когда там 20, 30, 40 человек окружения написало всё это, понятно, что я это обрабатываю. Всё это дело сжимается буквально до трёх-четырёх. То есть человек знает свои плюсы. Там три-четыре основных, потому что все пишут про одно и то же. Этому человеку. Не всем про одно и то же. У каждого вообще, у каждого человека получается своя картина. Она очень яркая такая. Все пишут там про одно. И просто нужно уметь это дело сделать конкретным. И вот здесь тоже. Я умею. Когда человек делает это сам, у него там мозги в разную сторону. И мы это сжимаем до трёх-четырёх качеств. Человеку понятно, что вот, например, он там яркий, харизматичный, уверенный и позитивный. Вот его три самых больших классных качества. За что его люди любят. Минус у него, например, там высокомерие, закрытость и непунктуальность, ну или там отсутствие дисциплины. И развивать ему нужно, например, там любовь к себе, открытость и системность. И вот эти вот любовь к себе, открытость и системность мы и будем развивать на протяжении трёх, там шести, девяти или года разными способами, разными действиями, каждый раз выходя на новый результат. Вот так это происходит. И получается, что после работы человек становится более развит в этих качествах, и за счёт этого у него улучшаются все сферы жизни. Потому что он встраивается в собственную, в личную жизнь, вот именно в том проявлении, как люди вокруг видят. А один человек, он очень субъективно напишет. А когда все сказали про одно и то же, становится очевидно, что это такая объективная реальность, что тебе нужно эту штуку прокачать. То есть ты всех бесишь, что ты всё время про себя ничего не говоришь. То есть ты про других спрашиваешь, что-то шутишь, но про тебя никто не знает. Ты закрыт, с тобой не хочется строить никаких партнёрских отношений. Тебе вообще не доверяешь, потому что ты такой всё время про себя не договариваешь. Как будто что-то прячешь. Знаешь, ходишь такой, не скажешь, так у меня не скажу, ну, как у меня не скажут, ну, иди ты, как бы, ну, не скажешь, не скажешь. И, а потом человек думает, что вот с ним не дружат. Ну, с тобой не дружат, потому что ты закрытый. Становись более открытым. А как становиться более открытым? Это как раз вот оно в само тренерство. Как? Вот такими, такими, такими целями, задачами, то есть мы вокруг этого строим всю работу. И он качает вот эти качества, и всё в жизни к нему приходит. И он такой становится. А через год, кстати, очень интересно, мы заново собираем обратную связь, и уже видно, что подправилось, а что ещё нуждается в прокачке. Или какие-то новые качества уже могут всплыть таким вторым, третьим слоем уже детали. Я когда, ну, я каждый год про себя такое собираю, я недавно опять собирала, и я прям вижу, как народу уже тяжело. Они говорят, слушай, ну, уже прям вот, ну, сейчас вот из пальца буду уже высасывать, что тебе качать, потому что вот в том году вот это писал, уже этого нет, вот это писал, уже этого нет. Вот, ну, давай ещё вот здесь, как бы, ну, там, вот чуть подкрути, но пишу только, потому что уже не знаю, что писать. Вот такого уже много. А когда человек собирает в первый раз, ему там столько честного пролетает по башке, что они у меня в ауте иногда даже, ну, блин, нам больно, нам плохо. Я говорю, я понимаю, я рядом, не ссы, всё будет нормально, сейчас мы это обработаем и будем действовать. Это же всё с любовью, тебя люди написали, ты им не безразличен. Человек вообще остановился, задумался, потратил 20 минут времени, там, повспоминал, понаписал. Вообще много храбрости проявил, потому что отрицательные качества писать человеку, это очень тяжело. Вот представьте, да, там, сесть и написать, там, подруге. Да вообще-то ты злая, жадная и некрасивая. Ну, как бы, или там, не некрасивая, неухоженная. Вот такое. Я такая сижу, у меня такое прилетает, злая и неухоженная. Ну, конечно, хочется выпить и вообще выключить телефон в этот момент. Как закрепить эффект, чтобы после того, как работа завершилась, вновь не откатиться назад? Да, есть возможность всегда быть в работе. Самый простой, доступный способ к каждому, зачем вообще из нее уходить? Я не про то, что тренер личности это костыль, да, для человека. Нет, ты делаешь все сам. Но иметь такого специалиста у себя где-то рядом, пусть может быть не каждую неделю, может быть пореже, может быть там именно в плане стратегических сессий, но твой мозг будет помнить, что у тебя, например, через две недели стратегическая сессия, и ты на ней что-то должен будешь рассказать. И он не расслабляется так сильно, как если у тебя там впереди бесконечность, никаких сессий не назначено, и он такой, все, отдыхаем. Ему же вообще дай повод слиться, он просто вот так это делает на раз. Поэтому я всегда обкладываюсь специалистами и не одним. У меня там есть специалист по Инстаграм, чтобы я не сливалась. У меня есть специалист по внутренним этим историям, у меня есть специалист в плане дизайна человека, есть астролог, есть там психотерапевт, иногда, когда мне надо, ну там редко уже очень. Ну то есть вот прям обложиться. У меня вообще есть помощники по дому, потому что дом тоже нуждается, да, там. Ну в общем, почему, да, вот у нас есть учителя для детей, какие-то врачи там и все остальное, а вот это должно быть какое-то периодическое. Ну или вообще там один раз в жизни было и все. Ну и результаты тоже такие будут. Один раз были и все. Что нужно для того, чтобы начать с вами сотрудничество? Записаться на диагностическую консультацию. Я работаю только через это, потому что мне очень важно человека посмотреть. Я хочу работать не со всеми, это точно. Мне вообще не подходят жертвы. Или они на первой сессии выходят из этой позиции, или я их не беру. Ну я прям сливаю сессию, быстренько, так аккуратно, честно могу сказать. Ну чтобы человеку, да, там не причинять дискомфорт, но он не готов. И человек сам чувствует, что он не готов, потому что когда ты встречаешься с совсем другой картиной мира, тебе крайне дискомфортно. А идти в такую историю еще и денег платить, чтобы тебе всегда было крайне дискомфортно, это не прикольно. Ну на это или надо быть супермазохистом каким-то, да, или, или не знаю, или не знаю еще, по какому поводу можно идти. Вот, поэтому нет. Для меня очень важно в работе кайфовать. Если я буду в работе, там, тяжело мне будет куда-то кого-то за уши все время тащить, уговаривать там или еще. Ну нет, это было где-то в начале моей практики, и я теперь четко вижу эти симптомы и просто не вписываюсь даже в эту историю. Вот, поэтому прийти на диагностику, собраться, понять, что вообще хотите. И я, это просто одна из гипотез, опять же, вообще, я или не я. Ведь можно перебрать там 10-15 коучей и выбрать своего. И кому-то я подойду, а кому-то точно нет. Вот, я точно не для всех. И я очень уважаю, ко мне, ну, периодически, не часто, кстати, таких людей мало, которые мне прям говорят, ты знаешь, я вот сейчас смотрю коучи, ты пятая. Я говорю, крутяк, давай разговаривать. Что там остальные четыре, что там я, как тебе, ну, уже после сессии. И, ну, кто-то говорит, ну, мне надо подумать, тому уходит. Кто-то говорит, слушай, ну, во-вторых, ты там, ну, молодец, да, мне прям нравится. Но у меня еще две назначенные. Да, пожалуйста, хоть 15 посмотри, ты главное, правда, выбери сердцем. Потому что я хочу быть с человеком, который меня выбрал, который мне отдаст и скажет, Катя, она вот прям, давай, чего, куда. И я хочу, ну, работать с открытыми и доверившимися. Тогда я буду в максимальном своем ресурсе. Тогда я буду точно давать очень крутые рекомендации. А когда человек не доверяет, блин, это так тяжело. И ему, и мне. Ну, зачем себя мучить? Не надо. Ваше напутствие? Как определить, что пора обратиться к тренеру личности? Мое напутствие – пора. Просто пора. Не важно вообще, что у вас там. Вы совсем там нереализованный или уже очень-очень реализованный. Если очень-очень, то, скорее всего, это уже было. Да, если этого не было никогда, даже при каких-то огромных результатах, то я, конечно, вас поздравляю, но представляете, что будет, если еще и эту историю подтянуть. Просто из любопытства, просто сходите. Меня вообще совершенно не обижает и не задевает мой эго, если человек пошел из любопытства. Ради бога. И у меня была такая сессия. По ощущениям, она бестолковая, конечно, получается, но посмотрим. Может быть, что-то где-то там зацепит и вовлечет. Реально важно все делать по кайфу. Делайте по кайфу, и все будет у вас здорово. С трудностями, с периодической болью, с проживанием каких-то новых дискомфортных вещей. Без этого нет развития. Но чтобы в целом путь был легкий и по кайфу. Вот этого прям всем желаю, потому что вы этого достойны. Спасибо, Екатерина. О том, кто такой тренер личности, какие запросы он позволяет рыхать и как найти своего, говорили сегодня. С нами на связи была личностный тренер, коуч Екатерина Балковская. Если у вас есть личные запросы к Екатерине, вы можете их задать, перейдя по ссылкам в описании под этим видео. Всего вам доброго и до новых встреч!